Друзья, доброе утро! Вы не поверите, но сейчас я нахожусь в нашей квартире в Краснодаре. Это последний день наш сегодня здесь вообще в России, и вот, наконец-то, я дома. Перебираем там с Андрюхой игрушки. Наши нашли коробку, и вы знаете, хочу её размусорить. Вот я маньячка. Ну вот правда, сейчас смотрю игрушки, думаю, вот этот кусок отдельный от игрушки, которой уже нет. Вот этот, вот этот. В общем, сейчас я немножко здесь спущу парк, и насобираю небольшой мешочек. Давайте покажу ещё, что у нас сейчас на балконе происходит. Там очень много наших вещей. И подозреваю, что если я все их продам, смогу купить макбук. Наверное, этим и займусь, когда приеду. Хотя я терпеть не могу ничего продавать. Вот это основная часть наших вещей, которая находится в коробках. Да не только в коробках. Стеллажик наш, помните его? Все мои первые видео были именно на фоне него. Такой вот ящик с игрушками. И разбираем потихоньку. Это вот можно выбросить. Это в какой-то момент сыну ещё был только год. Почему-то мне подумалось, что ему захочется изучать мир. И купила ему глобус. Показывала Италию, что мы туда поедем. Кстати, где она? Где наша Италия? Вот и Италия. Сапожок. Ещё так интересно, нашла контейнер. Крышку больше этого контейнера. И крышку ещё раз больше. Намного больше этого контейнера. А ещё посмотрите, наш жирафик Софи. Столь популярный во время нашего детства. Кто-то его покрасил. Софи, иди купайся. Нашла здесь первую игрушку своего сына. Вот эта погремушка. Да, такая ностальгия, честно говоря. Ещё одна игрушка детства. В общем, батут нам так и не пошёл. Нам сказали, что да, обычно после двух лет батут идёт. Если у вас ребёнок маленький, скажите, с какого возраста он на батут это пошёл. Ну, мы здесь уже приготовились кататься на машинках, но сперва решили их почистить. Такие машинки прокат стоят 100 рублей за 10 минут. Цена батутов тоже 100 рублей. По-моему, за 15 минут. Зато фонтаны наша любовь. Да, здорово. Ой, водичка там. Очень классный фонтан. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чего вот я только не могу понять, почему на детских площадках, даже там, где вроде для малышей предназначены горки, вот такая большая ступенька после горки. То есть это чтобы малыш типа сразу садился на выходе или как? Сегодня вот в таком абсолютно естественном виде я хочу с вами обсудить одну тему, точнее рассказать, поделиться тем, о чём я жалею, так скажем, о каких своих поступках я жалею при ведении своего канала. И видео не постановочное, я абсолютно не готовилась к нему и назову, наверное, только один из своего поступков, который я считаю, что откинул мой канал назад, а хотя мог бы продвинуть вперёд. Вот тогда у меня было совсем другое видение, по-другому я видела вообще свой канал этот основной. И говорю я о своём влоговом сейчас канале. Вот когда у нас начали происходить такие интересные события, да, переезд в другую страну, вот так спонтанно. Ведь можно было бы, во-первых, отснять очень много интересных видео подготовительных к этому, да, как мы готовились к переезду, как упаковывали эти вещи, как решали какие-то текущие проблемы, все ощущения. Но я этого не записывала, потому что я сразу себе решила, нет, я буду делать влоговый отдельный канал, буду снимать там каждый день, как, вот знаете, Катя с Ваней, которая живёт в Испании, вот пусть у меня вот такое будет, а здесь я оставлю канал с идеями для дома, для жизни. И прямо ждала, специально ничего не снимала, чтобы вот потом просто открыть этот канал и сразу же с момента приезда видео там публиковать, что я, в принципе, и сделала, да, я публиковала, и пошли просмотры, всё хорошо. Но потом у меня начался напряг со временем, потом у меня начался напряг с желанием, потом я поняла, что у меня мой канал, вот этот Амилилайф, запускается таким образом, что я здесь уже теряю, выпадаю из него. И, получается, я побежала за двумя зайцами и не поймала ни одного. То есть вот этот период осенний-зимний, он у меня и мой основной канал, просадку сделал на нём, и влоговую я не хватила, ну, у меня не хватило тяги, тямы раскрутить его. И вот это единственное, о чём я жалею. И, кроме того, мне кажется, новый зритель, который сейчас на меня подписывается, и те, кто, да, пересматривает какие-то старые видео, было бы логично и интересно смотреть ещё и влоги, да, как мы пришли к тому, что мы имеем сейчас, да. Вот. Но я не склонна о чём-то долго жалеть. Для меня мой влоговый канал, он как видеодневник, я его закрывать не планирую, но и новых видео там вот таких актуальных не будет. У меня дома лежит пачка ещё зимненовогодних видео, которые я для своих родственников так и быть домонтирую, но и для себя самой залью туда. Правда, не знаю, в закрытом доступе или в открытом, но это будет уже как больше для моей памяти, что у меня на голове. Вот. А вспомнилась мне сейчас, как мы собирались, нашла коробку свою с косметикой. Вы представляете, настолько я торопилась уже в последний день, я ничего катастрофически не успевала, хотя готовилась заранее к переезду. И уже за час, наверное, до того, как нам надо было проснуться, чтобы полететь в аэропорт, был вечер, нам нужен был этот час подремать, я вот почему-то решила уже складывать вещи, которые остаются. И складывала свою косметику, ругала себя за то, что я никому её не отдала. У меня тут осталась куча лаков, куча теней. И у нас чемоданы были настолько уже упакованы для перелёта, что туда даже ни одного бы карандашика не поместилось. Представляете, просто там битком всё было. Вот такие дела, друзья. И сейчас, кстати, я вам покажу, наверное, эту свою коробку с косметикой и немножко расслаблю её. Вот такая моя коробочка. Даже Андрюхина обувь первая там вся в пыли. Ну, так, потому что наши вещи сейчас все на балконе закрыты. Очень большое у меня желание, честно говоря, здесь всё либо выбросить, либо продать. Ну, вот давайте посмотрим, что здесь у нас. Башмаки Андрюхины первые. И вот, пожалуйста, палетки мои. Вот здесь я знаю палетка с тенями. Тоже тут всякие браслеты спортивные, украшения мои. Такие вот тени. Ещё два флакона духов я здесь нашла, убрала их. Помада. Маковские всякие праймеры. Ну, вот видите, всё же это, в принципе, здесь такое вот тушь Клоранс. Это мне, по-моему, в подарок она досталась при покупке Клоранса. И как бы понимаете, что это всё уже сейчас засохло. Ну, может, карандаши, конечно, и целые, но не очень приятные ощущения. Вот, кстати, духи. Это что за нас духи? Ангел. Миглер. И здесь очень много ещё лаков у меня. Посмотрите. Ну, почему бы лаки было не отдать? Заранее не позаботиться об этом. Нет же? Нет. Всё до сэба. Всё до сэба. Знаете, не доставайся же ты никому. Вот, кстати, карандашик для губ. От Мэри Кэй. Надо посмотреть, может, цвет не подойдёт. Вот, какая-то палеточка. Рассыпанная. В общем, всё. Тут надо перешерстить и пустить на выброс карточки. В общем, как-то так. Здесь работаю и работаем. Ну, кстати, продолжая тему неправильного моего поступка, да, приведения своего канала и отделения влогов отдельно, хочу сказать, что мне часто задают другие блогеры, начинающие, вопрос, стоит ли отделять влоги от основного канала. Ну, девчонки, ну, у меня вот мой опыт был негативный, я бы не стала. Потому что здесь всё зависит от того, хватит ли вам времени на оба канала. Потому что чтоб не получилось так, что у вас оба канала простаивают, или один простаивает. Я знаю блогеров, у которых хороший опыт, что у них и основной канал продвигается, потому что там нет перемешки, да, одна какая-то конкретная тематика остаётся. И влоговый хорошо, но человек при этом тратит время постоянно на эти влоги, каждый день выпускает влоги, и всё у него прекрасно. Ну, я вот, допустим, не смогла, каждый день не потянула. Поэтому смотрите, девочки, не потеряйте основной канал таким образом. Если вы знаете, что вы сможете всё равно по графику там выпускать видео, и при этом будете вести влоговый, то пробуйте. Я думаю, что это здорово. Но если вам и так нечем заполнять эфиры на... Ну, что мне с чёлка. В общем, если вам нечем заполнять эфиры на основном канале, то, конечно, не стоит отделять влоги, заполняйте хотя бы им. Что ж, друзья, последний день в России подходит к концу. Провели его плодопорно. Кстати, я встретилась с большим количеством людей сегодня. Причём совершенно не запланированно. Получается, я больше знакомых увидела за сегодняшний день, чем за последнюю неделю. Так что, можно сказать, даже уже почти всех повидала, кого планировала. Конечно, хотелось бы больше, но, по крайней мере, хоть пообнималась. В общем, у нас ранний вылет. И сейчас ещё с мамой моей. Думаю, немножко посидим, может быть, даже в кафе зайдём. Что меня всё высыпало? Я вчера пошла в салон, привела себя в порядок перед поездкой. А вот лицо, видите, меня подвело. А это что? А, это меня мама поцеловала. Так что, следующий влог уже буду вести из наших итальянских апартаментов. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы его не пропустить. Пожелайте мне удачного перелёта. И я вам желаю приятных выходных. Спасибо, что вы смотрите моё видео. Всех вас целую. Паша, Саша.